Всем здравствуйте сообществу YouTube. Я к предыдущему видео по поводу пожара на Утилисе хочу дополнение сделать. Тоже являюсь жителем Новоуральска и предысторию рассказать немножко этой свалки. При деятельности предыдущего мэра Машкова, это примерно около 6-7 даже наверное лет назад, предприятия ОГМК, которые находятся в Свердловской области, с различных предприятий, в том числе из завода Б, который находится рядом с городом Новоуральском, отходы металлургической промышленности стали свозить, причем свозить на территорию, которая находится прямо в черте города. Изначально под эти отходы предполагалось определенные уровни безопасности, то есть там должна быть глиняная основа, привозиться должны были в полипропиленовых мешках и складироваться в эту глиняную основу и сверху засыпать грунтом, то есть тем самым исключить проникновение вот этих вредных веществ в природные воды, которые могут протекать на десятки километров. То есть если произойдет где-то протечка, то выйти эти вредные вещества могут за десятки километров от города даже. Вот. Было предыдущим мэром и руководством УГМК оговорены определенные классы вредности, которые допускались для своза этих отходов. Но по факту, как потом науральский общественник, депутат Никаноров поднял этот вопрос, как выяснилось, что свозились намного превышающий уровень безопасности класса, то есть свозилось по сути все, что все подряд свозилось. Еще выяснились такие моменты, что помимо оговоренной территории с мерами безопасности, то есть глиняной основы и прочее, Утилиз закапывал это просто в грунт, тем самым расширяя свою деятельность уже вне проекта, вне каких-то оговоренностей и так далее. То есть им просто нужно было заскладировать. Свозилось все это в полипропиленовых мешках ночью через первую проходную. Ночью ездила техника, свозила и складировала просто в грунт. Часть мешков рвалась, соответственно, все это высыпалось просто в грунт, просто на поверхности. Часть не засыпалась грунтом, то есть просто под открытым небом находилась. Соответственно, осадки и прочее размывали это все. То есть вещества между собой входили в химические какие-то новые соединения, очень вредные. Как Никоноров заставил нашу местную санэпидемстанцию взять пробы, и пробы показали там превышение только мышьяка в десятки, если даже не в сотни тысяч раз превышающие какие-то допустимые. Помимо мышьяка, ртути, ртутно содержащие препараты, ну и много что еще. Помимо вот еще вот этих соединений, когда при смешивании и с водой, с влагой, то есть образовывались новые вредные вещества. Насколько я знаю, на Уральский суд или даже областной, вот сейчас могу ошибиться, но не суть, было вынесено судебное решение о том, чтобы руководство Утилиса вывезло все то, что находится там за то время. Объективно сделать они это не могут, потому что это нужно привлекать огромное количество техники, это огромные землегрунтовые работы проводить нужно, то есть изымать... Все упирается в деньги, верно? В том числе в деньги, в том числе в сложности доставки и вывоза это все, потому что опять это нужно все ворошить, это будет подниматься все в атмосферу, как-то это все упаковывать и везти опять через город. И основной вопрос, опять же, куда везти? То есть если у нас они смогли договориться, то видимо после поднятого шума и прочего, то есть в других городах или там городских округах, понимая вредность всего этого, то они скорее всего это согласие не дают, в том числе и жители, возможно и администрация этих городских образований. А что мы имеем сейчас по факту и что нас ждет в будущем? Два вопроса в одном. Сейчас по факту, то есть все осталось в прежнем виде, то есть абсолютно ничего не вывезено. Часть находится, часть отходов находится в открытом грунте, часть отходов находится под открытым небом. Сейчас на наш регион опустилась жара, соответственно по данным городских чатов произошло возгорание, ну видимо каких-то лесных массивов окружающих эту свалку, соответственно возможно там где-то недалеко торф и прочее. И происходит возгорание, соответственно горит уже и рядом с этими отходами, соответственно все эти испарения выделяются в атмосферу. Роза ветров такова, что все это движется на Новоуральске, основные районы Новоуральска это промышленная, советская, автозаводская, комсомольская, юбилейная, то есть вот эти части города. В низинке находящиеся как? Да, в низинке, да, преимущественно ветер у нас дует либо северо-западный, либо западный, то есть все дует на город. Будущее и прогнозы? Что нас ждет в будущем? Какой прогноз? Будущее. Будущее не предопределено, но если так будет продолжаться, то, ну, я не знаю, это душегубка, просто это натуральная душегубка, отравляющая. Насколько я еще понимаю, данный класс веществ должен тушиться не водой, а какими-то особыми средствами. Я не знаю, располагает ли МЧС Новоуральска такими средствами. То есть это не просто водой должно проливаться. Что сейчас они могут сделать? Естественно, они все это потушить не могут. Вот они проливают просто, видимо, вокруг этой свалки или этих очагов, просто проливают, чтобы не распространилось возгорание, не распространилось тление, в том числе и подземное тление вот этих торфяных всех вот этих веществ. Просто локализуют очаг, и все. Но горение продолжается, тление продолжается, испарение продолжается, и все это идет на город. Это длительно будет продолжаться? Ну, я так понимаю, что это будет продолжаться, пока будет жара. Пожарные, насколько могут, это сдерживать. В прошлом году было... В прошлом году это кончилось глубокой осенью. Глубокой осенью привлекались... МЧС у нас было выведено в прошлом году на такой режим работы не сутки через трое, а сутки через сутки. То есть задействованы были все караулы, практически без выходных ребята работали, были привлечены волонтеры. Но волонтеры были с простыми поливалками. То есть вот у них были заплечные ранцы с ручными поливалками. То есть вот все, что они могли сделать. Вот, то есть они просто локализовывали, сдерживали это возгорание. Но горело до глубокой осени, до начала дождей и опускания температуры. То есть когда температура понизилась. В этом году, то есть, ну, видимо, это все будет продолжаться. И опять же, повторю, что дожди не панацея, потому что все это будет уходить в почву. Все это будет уходить в воды, в природные воды, в подземные воды. Далее, это вот весь смог, он будет оседать пылью на город, на дома, дворы, там улицы и прочее. И, соответственно, машины ездят, все это будут снова все это поднимать. То есть это, я так понимаю, нужно улицы мыть постоянно, ну и так далее. То есть, ну, основное, это нужно убирать то, что привез нам УГМК. Вот, они наплевали на судебное решение. То есть, видимо, это связано с огромными затратами. Ну и, то есть, что нас ждет, вопрос такой открытый остается. Такой вот момент. Ядерное захоронение ядерных отходов, как-то к этому делу отношение имеет? Или мы можем быть спокойны, в том плане, что это не затронет отходы ядерного производства, хранящиеся тоже под Новоуральском? Ну, пока такой информации нету, что горит рядом с ядерными отходами Думы. Там какие-то зоны безопасности все-таки сделаны. То есть, зоны безопасности от возгорания. То есть, чтобы там не горело прямо непосредственно рядом с ними. Но, опять же, всему официальному верить можно с большой натяжкой. То есть, нужно всегда оглядку делать на то, что, ну, не все нам говорят. Не всю правду нам говорят. Соответственно, лучше все это перепроверять. И если у кого-то есть какая-то информация, ну, выкладывайте в городские чаты. Обсуждайте между собой. То есть, проблема назрела. Давно причем назрела. Несколько лет уже. Несколько лет. Это, по-моему, около 7 лет. Примерно около 7 лет назад подняли эту тему. Депутат СИЗОВ, депутат Неконоров. То есть, вот активную группу создали. И если бы не они, эта тема бы вообще не поднялась нисколько. То есть, она находится в непосредственной близости от жилых массивов, конкретно это улица Промышленная. Там буквально, ну, порядка полутора километров. И роза ветров такова, что все, что там поднимается, все летит. Вот в первую очередь Автозаводская, Промышленная, Комсомольская, Юбилейная, Советская. То есть, все летит вот в эту сторону. Подводя какой-то промежуточный, подчеркну это слово, итог. Что можно сказать? Ну, я так понимаю... Это не последнее видео, уважаемые видеослушатели. Мы обязательно продолжим эту тему. Но промежуточный итог. Ну, я же думаю, что нужно это поднять, как минимум, на уровень областных СМИ. То есть, желательно, чтобы это дошло до областной... Постранить информацию. Да, то есть, это чтобы осветили областные СМИ. Ну, я не знаю, тоже телевизионное агентство Урала, возможно, кто-то еще. То есть, какие-то уральские телерадиокомпании, даже радиокомпании, пускай интернет, какие-то новостные ресурсы. Желательно, чтобы это дошло до областной администрации. То есть, кто у нас Куйвышев сейчас, да? То есть, вот у кого... В преддверии выборов. В том числе, в преддверии выборов, да. Пусть даже так, пусть даже такими путями, но нужно этот вопрос как-то осветить и решать. Здесь идет о жизни и смерти, реально. Ну, по сути, да. Это на Уральске и не только на Уральске. Вообще, все экосистемы Свердловской области. Действительно, это не только на Уральске, потому что в непосредственной близости находится у нас Верхний Тагил. То есть... В низине находящейся и в сторону которого на данный момент на 0.14 ночи идет распространение дыма. Да, то есть периодически дует и в ту сторону, соответственно... В Верхний Тагил сейчас дует. То есть нужно этот вопрос осветить максимально. У кого-то, если есть выходы на областные СМИ, то есть желательно этот вопрос поднять, донести и осветить. Ну и должен быть, я насколько понимаю, какой-то четкий план. То ли у городской администрации, то ли у областной администрации. По решению этого вопроса раз и на совсем. Ничего не делания, как это было в прошлом году, по всей видимости, уже не прокатит. Да, простой заливкой вопрос не решить, потому что отвлекаются силы МЧС вот на такое, то есть от плановой какой-то работы, да, то есть садоводческие товарищества и прочее, отвлекаются вот на эту придуманную проблему, искусственно созданную проблему, очень опасную проблему. Вот, то есть нужно этот вопрос как-то осветить и должен быть какой-то намечен план и по этому плану должны быть какие-то действия выполняться. То есть вот примерно вот такое. Спасибо большое.